Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа, а также к войне, которую расистские оккупанты развязали на территории нашей Украины. Остановите! Мобилизация в России продолжается. Все мы знаем, что мобилизация идет полным ходом, и она сейчас набирает все больше и больше оборотов в России. И власти Российской Федерации уже планируют закрыть в ближайшее время границы с дружественными республиками. Для мужчин и женщин, которые подлежат мобилизации. По данным источников, это произойдет примерно через 4-5 дней. Ну, где-то в районе 28-30 сентября. Сразу же после референдумов фейковых в Украине. Преступный путинский режим обеспокоен оттоком граждан через границы, которые не прекращаются ни на минуту, ни днем, ни ночью, по нескольким направлениям. И они хотят затормозить или даже остановить этот поток. Для этого, естественно, нужно принять соответствующие дополнительные законы. Соответствующие законы тогда же, примерно в районе 30 сентября, будут рассмотрены Госдумой. Также сообщается, что уже в нескольких российских регионах запретили выезд за пределы регионов мужчин мобилизационного возраста. Такие ограничительные меры ввели уже Амурской, Воронежской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях. А также в Северной Осетии, Татарстане и Дагестане. Почему все так быстро происходит? Российское правительство заметило, что очень много перспективных, умных и здоровых граждан уезжают сейчас по нескольким направлениям через границу Российской Федерации. И они, конечно же, хотят этот процесс остановить. Конечно же, россияне сопротивляются, но не настолько сильно, как это должно быть. Понятно, что в крупных городах происходят какие-то небольшие стычки, небольшие недовольства, небольшие демонстрации. Молодежь и лица до 35 лет выходят на эти все мероприятия, но этих лиц мало. Там тысячу человек это очень мало. Также в некоторых регионах, как мы видим, опять начинают пылать военкоматы. То есть, получается, если в каком-то районе сгорело дело военнообязанного, то никто уже его не призовет, потому что нигде его больше в базах нет. Все мы знаем, что на днях Владимир Путин подписал несколько указов о лишении свободы за отказ воевать и участвовать в боевых действиях. Также уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен, за дезертирство, а также неявку на пункты сбора или военкомат. Соответствующие документы уже давно опубликованы на правительственных сайтах. Теперь по этому закону самовольное оставление части или место службы, дезертирство и другие вот эти действия, о которых я только что упомянул, предполагают лишение свободы до 10 лет. Также сообщается, что сейчас на фронте нельзя разорвать контракт, военный контракт, который был подписан, например, в марте этого года. То есть все мы помним, что война началась 24 февраля, и военнослужащие подписывали контракт на 3-6 месяцев. Сейчас прошло 7 месяцев. Некоторые военнослужащие, которые подписали данные контракты на 3-6 месяцев, уже как бы отвоевали. И они имеют право разорвать его и уехать. Так вот сейчас подготовлены документы, которые запрещают разрывать контракты. То есть закончился у военнослужащего контракт, этот контракт дальше автоматически продлевается, и военнослужащий воюет дальше и умирает на полях сражений. Ну и где же есть до сих пор лазейки для бегства? Сейчас до сих пор стоят вереницы машин в Монголии в нескольких пунктах пропуска. Далее в Грузии, в Осетии, далее можно сейчас уехать в Белоруссию, в Казахстан, в Армению и еще в некоторые республики. Например, в Финляндии. Но в Финляндии сейчас очень все сложно. Сейчас практически все ограничен выезд, шенгенские визы практически аннулированы, и многих-многих на финской границе уже разворачивают назад. Что же делать несогласным с мобилизацией? Ну, бежать, прятаться, переезжать в другой город, в другой регион, а не оставаться там, где вы приписаны. Искать возможность комиссоваться по болезни, то есть чтобы вас признали непригодным. Ну а если уже вас забрали на войну, и вы против, вы не хотите умирать в окопах, то есть специализированные телеграм-каналы украинские, где есть телефоны, четкая инструкция, телефоны круглосуточные. Можно по ним позвонить, проконсультироваться, как правильно сдаться. И правительство Украины заверяет, что все эти люди, которые правильно сдались, не будут против их воли возвращены в Россию. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире, перемога будет за нами и уже йде. Поддержите это видео, подписывайтесь, распространяйте данный ролик. До новых встреч в следующем обзоре. Субтитры подогнал «Симон»!